всем привет и вот настал тот момент когда нас 2 килобайта я как-то в обзоре канала говорил что когда будет 2 килобайта то есть 2048 подписчиков то я покажу сколько же можно зарабатывать но это такое как бы просто замануха не замануха не я это покажу и в целом расскажу постараюсь вкратце рассказать с какими проблемами я сталкивался то есть как я пытался как я пытаюсь продвигать канал там ну и все и все об этом постараюсь это сделать вкратце поэтому а кстати возможно название будет немного другим ну типа дан сколько зарабатывать блогеры или еще на какое-нибудь такое яркое название таких названий в интернетах очень много но содержание роликов совсем не о том для привлечения внимания что ли ну короче не знаю какое будет название поэтому сразу извините те кто повелся на название но если вы повелись на название и вы не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь ну в принципе можете дождаться когда это все расскажу и тогда решить подписываться или нет так о канале сколько у нас тут 2000 но это это неправильно но как неправильно это дата регистрации канала там ящика по моему было на самом деле все началось все началось с первого видео а первое видео на самом деле этих видео так вот я смотрю уже очень много и всего лишь 2000 подписчиков но на самом деле нужно нужно немало а вот эти год назад разве год назад это первое видео было рекламка так 11 а 11 ноября шестнадцатого года это какой год назад больше часто малина 18 вот это почти два года назад странно это не год назад ну да ладно мне в принципе получается да почти два года каналу и первые полгода или сколько ролики выходили как попало сейчас я стараюсь конечно же делать так чтобы они выходили регулярно регулярно но давайте как-то по порядку по порядку тут у меня не получится потому что я не подготавливался я вот посмотрел зашел смотрю 2051 подписчик ну что делать знаешь надо срочно делать ролик без подготовки и так и так чего начнем для тех кто первый раз на канале то здесь у меня есть плейлисты а канал посвященный обучению программирования и все что с этим связано и здесь есть разные обзоры игр для программистов ресурсов там для программистов есть курсы я бы не сказал что прямо это такое супер курсы но курсы по языкам программирования си и си плюс плюс где все плейлисты а ну-ка есть у нас язык 7 язык си плюс плюс и всякое всякое все что с этим связано паттерны проектирования обзоры языкового программирования кстати давно и оттуда ничего не добавлял возможности си плюс плюс 17 обзоры обзоры вопросы ответы кстати есть специальный раздел вопрос ответ и желательно 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 вот тут есть есть вот видео такое новая рубрика на канале вопрос ответы же лучше там задавать вопросы и я по возможности буду на них отвечать вот уже какие были вопросы и как я на них отвечал так так вот тем много разных и в каждой теме по чуть-чуть что-то добавляется так как сейчас у меня очень мало времени то у меня идет такая больше попса ну это я так называю это у нас вот обзор в стиме игры while true я сделал тут два видео больше делать не буду времени нет у меня тормозит и и и все сделал еще обзорчик на одну игру тоже в стиме я ее еще не залил также вот есть fallout играю fallout и зачитываю книгу совершенный код но в целом то канал развивается то есть по мере роста подписчиков конечно же будет добавляться видео то есть в идеале если бы очень очень много было бы подписчиков то можно было бы полностью работать на вас на подписчиков на зрителей освещать профессионально и качественно все темы здесь не все темы освещены качественно и профессионально но стараюсь всегда повышать свой уровень но не всегда получается нет времени и так имею 2051 подписчик ну давайте клацнем а блин где тут классно тут наверно творческая студия посмотрим же сколько можно зарабатывать и как я и как я продвигал это новая версия она мне не нравится вот монетизация на всех видео включена часто перейду классический интерфейс и посмотрим чё же там какие же там суммы суммы должны быть поистине сумасшедшие youtube аналитикс и где-то доход вот и чё у нас тут доходе 445 доллара ну короче в месяц в месяц давайте посмотрим за последние наверное 90 дней бы там одно время у меня не было ни не этот год вот вот там был какой-то перерыв 000 потому что youtube там добавила ограничения какие-то по моему это в 1000 подписчиков надо было и и не помню сколько то ли 2000 то ли 4000 часов просмотра и вот на этот момент у меня было все по нулям ну а дальше опять понеслось и вот самый доходный день был вот 10 06 18 года 58 центов за работу от чего зависит доход но в целом целом сколько у меня получилось да это 25 долларов давайте за все время есть тут все время то есть я до вот этих новых правил youtube а был на партнерке вот до этого момента на партнерке партнерки как я понял на саму на той на которая была это r ну не знаю какого-то преимущества я не получил да там преимущество том том что каждый месяц они выплачивать деньги ну что это деньги там 5 долларов 4 заплатят ну это ж такое на рекламу здесь ушло в разы больше и на рекламу разную я об этом расскажу я пробовал разные способы рекламы и как бы уже у меня есть какой-то опыт и могу поделиться своим мнением но в целом это не 37 тут надо где-то 20 процентов или 15 убрать и получится в целом даже даже не так даже еще 15 долларов вот висит вот с этого момента получается с 30 марта да я где-то 15 долларов уже заработал с 30 марта сегодня у нас сегодня у нас какое у нас сегодня а вон 30 июля ну вот это получается апрель май июнь июль вот за четыре месяца 15 долларов чистыми круто круто ну короче партнерки на эйре ну ничего я там не видел они берут на процент какой-то да с монетизацией и все каких-то там я не знаю возможности по рекламе с своего канала хотя бы там раз в месяц или еще у них нету может быть на других партнерках такое есть но смысла в этой партнерке я вообще не вижу так вот доход а чего у нас зависит доход но доход зависит давайте классным какое-то видео от рекламы конечно же которую вы смотрите но рекламы есть разные давайте какое-то видео давайте 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 выберем по лидеру просмотров где-то лидеры просмотров но чё она не сортирует но тупит рекламка так давайте честно вот это видео честно набрала свои 9000 просмотров это тоже честно но дело в том что я закидывал но рекламировать эти видео поэтому поэтому вот такие просмотры то есть самые честные это вот вот это вот это вот это ну и так дальше 9000 просмотров я даже он превьюшку не менял хотя надо было бы изменить и да а чё у нас тут есть монетизации я здесь ставил в начале видеорекламки на 14 минуте на 28 и после видео рекламы разные не подбираются и насколько я знаю то есть платится одна цена за полный просмотр другая цена если пользователь кликает на эту рекламку а если же он просто пропускает то как бы я не знаю платят или не платят то есть реклама у нас на полный экран и там можно дождаться пропустить или не пропустить а есть внизу так вот вылазит вылазит какой-то текст вот за это самая дешевая реклама когда внизу вылазит за нее в любом случае платится но очень и очень там мало самое эффективное тогда пользователь кликает на ну не но если он на той рекламки тоже кликни то там побольше суммы но я не знаю я не разбирался не разбирался доход зависит от количества просмотров рекламы а не от количества подписчиков подписчики конечно же тоже очень сильно влияют на популярность потому что чем больше подписчиков вот как бы там если посмотреть да там было бы тут двести тысяч подписчиков то мои видео где-то бы вылазили бы повыше ну то есть подсовывались бы там всяких поисковых запросах чем сейчас соответственно как бы по факту подписчики и вроде и не влияют на заработок но и влияет то есть влияет на популярность видео а так в целом все зависит от просмотров итак получается этот расчетный доход этого четыре тысячи тридцать четыре доллара это в месяц но как месяц каждый день он меняется то есть вот этот график вот сместится завтра до этой нижней точке будет меньше если к примеру следующие пару дней никто ничего не будет смотреть итак как же я рекламировал рекламировал я разными способами рекламировал с помощью просто рассылки этих ну ну я не знаю каким способом делается эти рассылки но рассылались где-то вот по приложениям ссылки на мои видео и там человек если хотел то клацал если не хотел то не клацал вот таким способом рекламировал рекламировал встроенными способами где-то 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 вот есть от adwords есть такая штука можно создать компанию в этой компании можно 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 данном случае у меня в качестве рекламки у меня есть видео там сидит и просто называется там без озвучки просто музыка и и можно было бы улучшить конечно же но не доходит времени до для того чтобы сделать такой рекламный ролик там течение 10-15 секунд ну красивый классный там так вот здесь можно настраивать либо видео компанию то есть когда будет предлагаться видео либо же вот это то что внизу вылазит такие окошечки с каким-то текстом либо это то есть вот это тип рекламы стоит дороже из и и тут много настроек есть можно настраивать в каких странах показывать вот данном случае мне на стран настроен но россия беларусь и украина можно по всему миру но по всему миру смысла нету потому что если русскоязычный канал то здесь и где-то покажется в сша там коренному там американцы к примеру то чуть-чуть чой но покажется он может кликнуть деньги за клик снимут но смотреть он не будет также дима аудиторию можно то есть примерный возраст указывать много много всего и соответственно за каждый там клик когда пользователь кликает то за этот клик только снимаются деньги потому что вот можно посмотреть было сколько показов каждый день то есть у меня сейчас деньги закончились как раз вчера 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 где-то давайте вчера вчера вот вчера 25 показа 36 а где кликал вот клик то есть вот смотрите в целом было 868 показов и 8 кликов вот за эти 8 кликов я и заплатил то есть youtube борется с разными типами рекламы и он подходит к тому он навязывая но как не навязывает он делает так чтобы все-таки люди старались использовать все стандартные средства google для рекламы потому что очень много есть рекламы когда просто блогил руку платят деньги и он озвучивает в начале ролика на самом деле это самая эффективная реклама то есть я уже попробовал так на одном канале про рекламировать в целом подписчика добавилась просмотров в целом не добавила то есть подписчиков там 300 или 400 пришло но так чтобы увеличилось количество просмотров нет ну этот канал специфичен любой образовательный канал специфичен поэтому поэтому вот так что так дальше дальше что я говорил я говорил про adwords где можно создавать свои компании можно устанавливать цены максимальные минимальные за свои клики а дальше там сложные алгоритмы работают и они 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 там короче подсовывают кому надо и когда надо то есть и по времени там днем или ночью ну короче тут гибкая настройка я особо не вылазил потому что нужно посидеть посидеть немало чтобы с этим разобраться и есть еще adsense как они связаны не знаю но фишка в том что adsense это мы тут можем добавлять наши сайты есть у вас их много или каналов и как бы через него проходит вся оплата и вот с того момента когда я ушел с партнерки но меня отключили так как я не соответствовал требованиям и с того момента как я все-таки достиг тех параметров ну или не параметров каких назвать но когда мне было больше тысячи подписчиков и больше двух тысяч или четырех тысяч или 5 тысяч часов просмотра включилась монетизация вот апреля до или а с марта с 30 марта вот я заработал 15 долларов когда до 10 долларов доходит вам да на почту реальную уходит не электронную а на физический адрес уходит письмо с пин-кодом и нужно подтвердить так как и место жительства изменил то есть у меня место прописки одно а фактически живу в другом месте то получается письмо ушло где-то недели три или четыре назад но его не получил есть возможность два раза еще перри выслать письмо на новые адреса то есть у меня 2 августа я нажму там кнопочка где то есть и перри выслать на письмо в этом письме будет пин-код который нужно ввести и тогда как бы вы подтверждаете свой физический адрес и идет дальше то есть если не использовать партнерки то вывод средств начинается от 100 долларов когда стал до 100 долларов достигнет тогда я смогу добавить карточку какую-то и туда будут перечисляться деньги честно заработаны итак как же тут зарабатывать ну даже не знаю что вам сказать ты в целом в целом чтобы вы не делали все равно будут 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 ваши единомышленники которые будут смотреть то что вы делаете и на самом деле это так все зависит от рекламы то есть на рекламу есть если честно у меня ушло и сейчас так подкинуть на разные способы то есть я экспериментировал пробовал но в целом в целом у меня наверное ушло больше 500 долларов на разные виды рекламы самое эффективное это когда вы кооперируетесь с каким-то блогером ну как кооперируетесь просто тупо платите ему деньги и он озвучивает рекламу то есть это самое эффективное но нужно подыскивать правильно каналы чтобы целевая аудитория ну к примеру если что-то по водам моем случае нужно мне подыскивать тех у которых связано с айти просто может быть там какие-то обзорчики постоянно есть такие каналы вот то конечно же это контингент там айтишные или приближенный катишному сидит и и есть вероятность что оттуда будет больше выхлоп по подписчикам и по 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 просмотрам конечно же если мою рекламу озвучит на каком-то канале где посвящено там покраски ногтей ну к примеру это совсем другая тема как красить ногти как их там шлифовать я не знаю то ну эффективность и не думаю что будет высокая и соответственно стоимости разные там начиная от 4000 рублей российских и заканчивая там 100 200 тысяч рублей поэтому абсолютно разное все зависит от того сколько у блогера который рекламирует просмотров потому что есть у блогера выходит видео и у него там 30 40 тысяч просмотров в среднем да там набирает и больше не растет есть видео у которых там до 100 тысяч просмотров но в среднем так смотришь 30 40 а есть блогеры у которых ну и и количество подписчиков там пусть будет 200 тысяч а есть блогеры у которых тоже 200 тысяч подписчиков но каждое видео набирает как минимум за месяц-два около сотни тысяч или двухсот тысяч просмотров. То есть сами понимаете, разница и, соответственно, и цены разные. Поэтому я пока только одному заплатил блогеру. В целом я посмотрел, стоимость подписчика, конечно же, эффективность выше, когда вы платите блогеру. Когда вы вот здесь используете AdWord, то такое себе. Такое себе. Итак, что я еще не сказал? Мог много чего не сказать. Много чего... А! Список видеороликов. Конечно же, в каждом видео у меня есть ссылка для тех, кто не знает. Список видеороликов по темам. Я иногда забываю добавлять. Я иногда вот такое. Ну, не я иногда. У меня вот так вот отображается. Надо пофиксить. Ну, в общем, иногда я вспоминаю и обновляю эту ссылку. Обновляю эту ссылку и здесь можно найти все, ну, информацию по всем видео. Точнее, ссылки по всем видео, которые есть на канале. Что я еще начал добавлять? Ну, к примеру, давайте клацнем вот это. Уроки C++. Я начал добавлять, добавлять, сейчас вот так вот сделаем, хэштеги. реклама, реклама, хэштеги. Не по всем темам, но по множеству уже есть. К примеру, просто C++. Клацаем хэштег. Так, 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 паузу. И, как мы видим, находятся все видео с такими хэштегами. И в данном случае это только мои видео. Вот. Поэтому, поэтому обратите внимание внизу на вот эти вот хэштеги. Дальше можно, что касается канала, да, ну, наверное, вот так вот. По имени и фамилии. То в этом случае еще какие-то есть. О, это новый, вот этих я видел, а вот этого не видел. Новый какой-то. Ну, да ладно. В целом, в целом, в целом. А, можно клацнуть, наверное, C++ просто. Если я клацну, то да, то в целом, поедину, не все видео, потому что я еще не все прошел. Этих видео больше 200. И это нужно каждое клацнуть. В каждом клацнуть, нажать там изменить. Ну, и все такое. То есть, вот здесь изменить, это пролистать, это там. Короче, это долго. Поэтому, когда какая-то тема касается, то я стараюсь уже начинать по хэштегу, ну, то есть, использовать хэштеги. Поэтому, поэтому обратите внимание на хэштеги. Соответственно, по C++, там просто C++. По языку C, просто C. Там по Fallout, просто Fallout. Ну, давайте клацнем. Fallout. И по каждой теме, то есть, если вам интересно, давайте, например, выберем, выберем, выберем вот это. Fallout. Первый. Так, первый. Сейчас как. Да, блин. Так, все. Что-то на здоровенный такой канал. Ой, блин, на экран. Тупит. Че ты тупишь? Непонятно. Fallout, Fallout прохождение. Наверное, играем, размышляя. Потому что, если просто Fallout, давайте классным посмотрим. Так, играем, размышляя. Это только мои видео. И вон, здесь у нас есть и Fallout, и Fallout 2. Возможно, что-то еще будет. Просто Fallout. Ну, моих видео здесь нету. Но можно посмотреть другие видео. Нету, 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 нету. Так, че еще? Че еще я бы мог? А, какие-то, может быть, рекомендации, если кому-то интересно. Да, как же, как же начать, как же? Ну, самое главное, просто начать. Это раз. И во-вторых, конечно же, нужны какие-то нормальные картинки. Первые мои видео вообще были без картинок, что попало. Потом были картинки, тоже что попало. Потом еще картинки, потом еще картинки и потом был первый, второй, третий. По-моему, на четвертом варианте я уже остановился. Более-менее. Потому что картинки в любом случае нужны. Так оно и красивее, ну, 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 и как-то по-человечески. Нужна регулярность. Регулярность выхода видео. Вот, у меня сейчас нет времени, я утром приезжаю и делаю там ролики. в данном случае Fallout. Открываю книгу, запускаю Fallout, часик, зачитал, поиграл, джиг и отложил публикации. И в каждом видео при заливке можно указывать отложенную публикацию. Желательно делать как? Если есть время, ну, к этому стремиться, то один или два ролика в неделю. И это конкретные даты. В данном случае от Fallout, он меня выходит, как попало. Ну, грубо говоря. но я уже стараюсь по вторникам и по четвергам в 10 утра публиковать какие-то ролики. Вот, в данном случае 3 с 1 июля. Это у нас что будет? Завтра, Вот по C++. Дальше 2 августа. То есть, это у нас будет, смотрите, 3 с 1 июля, потом 2 августа. Это четверг. Дальше опять вторник, четверг, вторник, четверг. То есть, вот таким вот образом стараюсь и в 10 утра. Соответственно, уже вы и как подписчики, вы уже, я думаю, кто-то уже знает, что уже есть некий график и по которому выходят ролики. Fallout, к примеру, или что-нибудь такое, я обычно в 3 утра в 3 дня публикую. Поэтому, если вы хотите начать, но не начали, не надо ждать какого-то времени, что когда-то у вас что-то появится и вы начнете публиковать и начнете заколачивать бабло. я не знаю, может быть, и можно заколачивать бабло. Это, видимо, надо сделать какой-то такой ролик, который сразу будет набирать десятки, сотни тысяч просмотров и здесь у вас будут доходы не 34 цента, а там 34 доллара или 340 долларов. Но это не знаю, это нужен какой-то такой ролик. Это одно, но рано или поздно просмотры все равно уже постепенно будут на нем падать и нужно, если вы хотите развиваться, то развиваться дальше. А ожидать, что вы опубликуете одно, два, три видео и пойдет бабло, ну, нигде так не было, ну, не бывает. Это очень редко. Да, там какой-то талантливый человек опубликует ролик, два, куча просмотров и пойдет дальше. И все начнут смотреть и делиться, и он будет получать доход. А этот доход будет стимулировать его развивать канал дальше, создавать новые ролики. то есть лучше отталкиваться от того, что нужно работать и все. То есть не ожидать, что ваш ролик сразу принесет кучу бабла. Так, давайте за все время тут можно статистику по ролику. Сколько? Ну, вот смотрите, вектор движения это тот честный ролик, который сам набрал столько просмотров и в целом он за все время принес 5 долларов. Коды Варс. Кстати, очень плохой обзор Коды Варс. Я тогда сам его сделал, его запилил и я вижу, да, действительно там много негативных дизлайков. Согласен, очень плохой обзор у меня получился. Но перезаливать уже не буду. Что делать? Ну, тем не менее, он доллар 80 набрал. Изучение Си. Доллар 73. Крепыши. Доллар. И, кстати, да, я где-то читал, что просмотрят сезонные. В данном случае сейчас у меня популярны больше именно крепышей, там еще какое-то. Потом какой-то месяц или вот сейчас лето, да, там осенью оба начинают подрастать просмотры по языку там Си, по обучалкам каким-то. Ну, то есть, это действительно все сезонно. И чем больше у вас тем на канале, тем лучше. Ну, я так считаю. Так вот, если вы хотите что-то начинать выпускать, берите и выпускайте. Начинайте пилить ролики. Но, что бы я посоветовал? Я бы посоветовал, если у вас сейчас нет времени на самом деле, но у вас есть какое-то хобби, которое можно снимать. Это может быть и IT-сфера. У вас, к примеру, хобби. Вы 3D-движок разбираете. Или вы просто учитесь создавать сайт. Или еще что-нибудь. И под это можно очень много видео написать. ну, создать. То берите и делайте. Не обязательно публиковать сразу же. Создайте там в течение месяца может быть 3-4 ролика, а потом дальше. Записывайте, записывайте, записывайте. А потом, потом вы их просмотрите сами. Если для вас кажется, что все нормально или для друзей, друзьям покажете, то тогда заливайте и вот в отложенной публикации, то есть указываете там раз в неделю публикации. Как минимум. Но самое главное, чтобы вы понимали, что это должно быть наверное как хобби. Когда у вас это будет как хобби, то у вас всегда будет находиться ну, какое-то время. Ведь для хобби мы всегда найдем какое-то время. И у вас будет какое-то время находиться для записи этих роликов. Если же вы изначально стартанете с той позиции, что я сейчас буду пилить ролики и будет куча бабла, вы через полгода, через два месяца, через год вы это дело забросите. Потому что бабла, ну в моем случае, я не знаю, как у других, у других наверное получше с этим. У меня вот так. Так у меня идет в жизни, что чтобы всего добиться, надо реально всего добиваться, добиваться. у меня вот так вот еще, 4 доллара в месяц. На рекламу было потрачено больше 500 долларов. Микрофон еще купил, то купил, бэушный ноутбук купил, сейчас надо новый ноутбук купить, уже хороший, потому что хотелось бы некоторые другие темы осветить, а там хотелось бы, чтобы было мощное железо. И в результате, если там еще ноутбук купить, и то, ну и все, то в сумме это все уже будет больше там 3000 долларов, ну если там, если не больше даже. Но так как это хобби, то мы на хобби тратим деньги, которые зарабатываем где-то в другом месте. Соответственно, если это хобби, ну это хобби, ну а что, бывает. Поэтому делайте, обязательно делайте, обязательно делайте какие-то образовательные ролики, игры, даже не знаю, если просто обзоры игр, очень много обзорщиков. В любом случае, вы все равно наберете. Вот я смотрел когда-то давно разных, разных блогеров по тем же играм, обзоров. Их очень много. И у каждого есть свой определенный набор. Ну, не набор, а свои подписчики. Потому что кому-то действительно нравится, как подает один блогер, но как другой блогер подает такую же игру, ему не нравится. А другому человеку наоборот. Вот, соответственно, по-любому вы, как бы, я думаю, найдете своих подписчиков. И если будете общаться, то, я думаю, будет лучше. Кстати, я всегда стараюсь на все комментарии отвечать. Стараюсь. Ну, не на все иногда ответишь. Где-то был комментарий 1.25. Я как бы не понял. Хотел задать вопрос, что это означает. Возможно, это время. Возможно, я там что-то сказал. А я... А это надо вклад снуть, прослушать. Короче, нет времени. То есть, это тоже. Я зашел утром, быстренько сделал обзор. Особо времени думать тоже нет с этой головоломкой. Иногда бывает, заговариваюсь. Так что, простите меня. Но я стараюсь качество улучшать. Так, что же я еще не сказал? Что же я еще не сказал? А, очень важно удержание аудитории. Удержание аудитории это как раз тот показатель, по которому YouTube подсовывает дорогую или дешевую рекламу. То есть, в идеале это когда удержание аудитории 100%. Что это означает? Это значит 100 человек клацнули видео и они его полностью просмотрели. Не перематывали, не переклацывали, а полностью просмотрели. Это идеальный вариант. Тогда за это блогер получает больше денег, потому что рекламка подороже всовывается. Эти видео с этим показателем удержания аудитории выводятся в топ при поисках. Ну и все такое. А плохо это когда пользователь начал смотреть видео, потом прокликнул в середину, а потом в конец и все, и закрыл. Это очень плохо и соответственно туда и реклама подешевле подсовывается. Ну и все такое. Поэтому это очень важный показатель. Что тут еще? YouTube премиум какой-то есть новый. Не понял. У меня кто-то смотрел по YouTube премиум. Ух ты. Короче, YouTube ну у нас я не знаю у нас пока не работало, но это еще называлось вроде YouTube Rap или Red. Но фишка в том, что у кого есть такая штука как как блин, куда я клад снова? А где? А, это в новой студии. Ладно. Платные подписки. Когда человек покупает платную подписку, ему реклама не подсовывается. То есть он нам платит, к примеру, 5 долларов в месяц или 10 долларов в месяц. Там сумма небольшая. То фишка в том, что ему реклама не показывается. Тоже удобно для блогеров. то есть человек купил подписку, в принципе, что она будет работать в холостую, значит надо видео смотреть. Так, так. Ну, люди смотрят. И соответственно с этой YouTube, конечно же, тоже забирает процент какой-то, как и здесь. То есть когда показывается рекламка, рекламодатель платит какие-то деньги. Какой-то процент YouTube себе забирает, остальное идет вам. Кстати, да, когда будут приходить деньги, их нужно будет еще платить с них налог. Тоже имейте в виду. Так вот, YouTube Red или YouTube Premium тоже хорошая штука. Вы покупаете подписку и не смотрите рекламу. Ну, на тех, у тех блогеров, по которым вы купили подписку. Так, что бы еще вам сказать? Что бы еще сказать? Вот есть данные в реальном времени. Давайте посмотрим сейчас, что происходит. удобный на самом деле здесь инструмент вот этот веб-доступе, потому что есть мобильное приложение, там не совсем удобно, потому что это мобильное приложение. Так вот, сейчас в режиме реального времени показывается, сколько идет просмотров. ну, это отработка была AdWords, вон, 240 просмотров, скорее всего, я так думаю, вон, реклама закончилась, ну, деньги закончились. Я посмотрю, потому что он каждый день практически были такие вбросы по 240, по 300 просмотров, то я завтра, послезавтра просмотрю и сделаю вывод, что да, это действительно был AdWords, потому что куча разной рекламы я пробовал и все равно и дальше пробую и как-то анализирую. Ну, думаю, все, то есть нас, 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 2000 было 51 подписчик, от вас зависит, о, уже 2052 подписчика, от вас зависит, как от вас зависит развитие канала, ведь я же работаю, можно сказать, на вас, да, я сам что-то не забываю, даже сам что-то новое изучаю, но в целом, как от подписчиков зависит, от подписчиков зависит, если будут видео, вы будете видео делиться, там, рекомендовать, ставить лайки, что еще там можно, ну, конечно же, смотреть всю рекламу, клацать на всей рекламе, но это такое, на самом деле. В целом, когда люди делятся этим видео, которые понравились, как-то комментируют, ставят лайки, то видео, значит, живое, а если видео живое, то YouTube это видео вверх подсунет, ну, когда будет какой-то поиск по определенной теме, и он, конечно же, то видео, у которого больше просмотров, больше комментариев, больше лайкал, то это видео, значит, живое, значит, люди что-то обсуждают, значит, это видео более интересное, чем аналогичное видео, у которого столько же просмотров, но ноль комментариев, к примеру, зачем такое видео подсовывать, его никто не обсуждал, ну, наверное, все, уже почти 40 минут, и вроде бы даже ни о чем и не сказал, поэтому, если что не так, прошу прощения, видео без подготовки, много воды, и все такое, поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем, и все такое, всем пока, пока.